МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите в выпуске новостей губернии. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил с рабочим визитом Муренский округ. Родившийся в Италии боец с позывным Эцио рассказал, почему пошел на СВО. Центр тестирования проекта «Время героев» для участников СВО открылся в Нижнем Новгороде. Вот так сейчас выглядят коридоры центральной районной больницы. Новый чистый ровный пол и стены. Очень много света, оснащение тоже новое. Все отвечает самым современным требованиям медицины. В больнице завершили ремонт нескольких корпусов. С рабочим визитом в эту больницу приехал глава региона Глеб Никитин. Он приезжал уже в это медучреждение. Четыре года назад в ковид. Вот так, например, выглядел главный корпус до ремонта. А так он выглядит сейчас. Изменения в первую очередь благодаря нацпроекту здравоохранения. Здание женской консультации создали практически с нуля. Теперь роженицы обследуются и наблюдаются совершенно в других современных условиях. Кроме того, Глеб Никитин пообщался с пациентами. О врачах пациента отозываются с благодарностью. Я заходил в абсолютно все палаты, которые не запланированы. Заезд был тоже не запланирован. Все разговоры абсолютно были спонтанные. К любому хейту, как говорят, был готов. Ничего этого не увидел. Увидел конкретный результат огромной работы, которая была проведена по программе модернизации первичного здравоохранения. Это так называемая президентская программа. В индустриально-энергетическом техникуме Глеб Никитин осмотрел материально-техническое оснащение. В момент посещения техникума губернатором здесь проходили практические занятия по изучению двигателя внутреннего сгорания. Глеб Никитин пообщался со студентами. Визит техникум также был не запланирован. Будем развивать, будем включать в программу профессионалитет в обязательном порядке по целому ряду отраслевых направлений, как сельское хозяйство, так и химия. Как подчеркнул губернатор, работа по развитию округа будет продолжена. Служба информации Кирилл Инковский, Илья Денисов. Уникальная история нижегородца участника СВО. Боец с позывным Эцио родился в Италии, однако в возрасте 5 лет вместе с матерью вернулся на ее малую родину в Нижний Новгород. Сейчас молодому человеку 19 лет, и именно Россию он считает своей родиной. Как настоящий патриот своей страны, в октябре 2023 года Эцио принимает решение отправиться в зону проведения специальной военной операции. На фронте получает должность помощник начальника операционно-расчетного управления. Семья военнослужащего без поддержки не остается. В доме у молодого бойца бабушка, мать и брат, которые государство обеспечивает помощью и достойной материальной поддержкой. После окончания службы у русского итальянца в планах получить высшее образование. Кстати, как участнику СВО ему будет легче попасть в высшее учебное заведение. У меня проверка шла дольше из-за того, что я являюсь гражданином другой страны. А так, в целом, довольно быстро, довольно комфортно. Написал рапорт, заявление подал. И после этого в течение какого-то времени одобряют контракт, и можно идти служить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все желающие участники СВО могут записаться на тестирование в пункты оценки, расположенные в 45 городах Российской Федерации. Пройти тестирование можно будет до конца 2024 года. Раз государство предоставляет возможность обучиться, повысить свои качества, навыки, компетенции в выбранных смежных профессиях, которые планируют обучаться. То и буду распространять свои знания в сфере экономической безопасности. Хочу повысить свои компетенции, чтобы работать в ВВП. Это важно и нужно, привлекать ветеранов СВО, у которых есть соответствующая компетенция. Если этих компетенций нет, то им их давать. И, конечно же, вводить в политическую жизнь страны, потому что кто, как ни они, знают, что в целом нужно сейчас народу и военнослужащим. Музыканты нижегородской группы «Лампасы» в Доме народного единства презентовали клип на одну из своих песен. Речь о композиции «Батальон», кроме нас, никто другой, посвященный бойцам специальной военной операции. Песню знают. За ленточкой ее слушают не один месяц. Бойцы говорят, она для тех и о тех, кто сегодня борется за жизнь и страну. С людьми, которые здесь находятся, и организаторы, мы проехали не одну тысячу километров уже, побыли в разных местах, локациях, в таком полевом быте. И я очень уважаю этих людей за их посыл, за чистое сердце, что они готовы действительно ехать туда, где есть определенная опасность, и быть полезны своей стране и ребятам. Клип основан на реальных событиях, а точнее на историях работы разведчиков, которыми они делились с музыкантами. Все в клипе максимально реалистично. Дайте мне не самые силы знать бы, что останусь живым, братья. Два отряда разведчиков добирались независимо друг от друга. И в итоге добрались до нужной точки, думая, что второго отряда, замыкающего, уже нет в живых. Техника, форма, патроны – все для клипа приобреталось на личные средства. Проект является полностью волонтерским, и клип получился по-настоящему народным, где герои, разведчики и зрители связаны невидимой нитью. И каждый делает свою работу на фронте и в тылу для общей победы. Сегодня наши военные должны закончить этот бой. Но без нас, без тыла, без людей, которые должны быть активными, каждый из нас – это невозможно. Сегодня время закончено каждого человека в отдельности. Сегодня время, когда каждый человек должен встать со своего теплого, хорошего места, посмотреть, что он может сделать вокруг себя и начать помогать. Презентация клипа и концерт группы «Лампасы» и их друзей был приурочен ко дню Донецкой и Луганской народных республик. Десять лет назад там был проведен референдум, в ходе которого граждане определили дальнейшую судьбу Донбасса и твердо выразили желание идти рука об руку со своей большой родиной – Россией. Служба информации Нина Цомая, Николай Прохоров. Нина Степановна Параничева встретила блокаду Ленинграда, когда ей было всего десять. Через год не стала родителей. Вместе с сестрой ее эвакуировали из окруженного кольцом города в Горький. И вот спустя 80 лет она вновь возвращается на родину вместе с другими ветеранами. «Поездка для Ленинграда для меня – это как хороший сон, счастливый сон, потому что я встречусь со своими родными, которые находятся на Пискаревском кладбище». Почти 30 нижегородцев, награжденных знаком жителю блокадного Ленинграда, отправились в Санкт-Петербург на три дня. Поездка приурочного к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады. В северной столице – обзорная экскурсия, посещение Пискаревского кладбища, Музей обороны и блокады Ленинграда и Казанского кафедрального собора. Ожидания от предстоящей поездки большие. «Увидеть то, что не видел, как я говорю, пять или десять лет. Быть хотя бы в доме, в котором мы прожили всю блокаду. Мы всю блокаду жили по одному адресу, не переезжали посмотреть, что там изменилось, как стало». Вместе с ветеранами отправились их родственники, социальные работники, а также медицинский персонал. «Это особенная поездка, потому что у нас была встреча с губернатором, буквально Глеб Сергеевичем, несколько месяцев назад, где ветераны, блокадники предложили ему организовать такую вот поездку. «Спасибо, до свидания». «Он поручил хорошую дорогу». Он поручил нам, соответственно, как министерство социальной политики, организовать эту поездку. Приняли решение совместно с ветеранами, что она должна быть в майские праздники, а не зимой». Уже 15 мая ветераны вернутся обратно в Нижний Новгород. Служба информации Юлия Чернова, Алексей Калякин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова